добрый день я в программе сердце еды со мной два ведущих юля и ваня меня сюда пригласили поговорить о нашем креативном кластере вначале попросили рассказать плохую историю про меня что про себя я последнего плохого узнала так это то что оказывается мной недовольны все мои соседи мы двигаем мебель после 11 часов вечера строго до трех ночи а еще мы много пускаем воды друзья мы искренне рады приветствовать вас после новогодних праздников и я и юля от всей души поздравляем вас с новым годом с прошедшим рождеством и наверняка многие из вас уже вернулись на свои рабочие места кто-то работает на улице кто-то в офисном помещении кто-то на заводе кто-то еще где-то но сегодня тема передачи следующие где можно проводить свое рабочее время интересно я отвечу тебе вань креативный кластер я так долго изучала вчера что это такое что даже не смогла четко запомнить буду читать вам понятие окончательно сформированы саймоном эвансом куратором программы юнеско его понимание это сообщество творчески ориентированных предпринимателей которые взаимодействуют на замкнутой территории ну это если говорить так теоретически но главное у нас сегодня есть студии практическое применение анна гомза очень приятно пассива приставать давай теперь скажи все что ты думаешь по этому поводу расскажи о том как ты вообще не понимаешь применение этого я скажу дело в том что после новогодних праздников само слово кластер воспринимается мною пять минут поэтому вот сейчас прошло 2 через три минуты я буду готов к общению а есть еще понятие креативной индустрии и куворкинг куворкингу мы изучаем новые слова мы переходим к следующей рубрике гость тут итак рубрика гость тут суть очень просто мы в поисковый портал тут бай гость тут вбиваем собственно говоря название вашего креативного кластера место и смотрим что же у нас вышло что нам рассказывает интернет о вас мы признаемся что мы выбрали конкретно две ссылки о которых мы хотим поговорить да я как журналист все-таки сразу если говорить вот не знаю не понимаешь что это такое хочу подготовить статью и отвечаю на три важных вопроса журналиста да что где когда в этот порядку что такое креативный кластер который называется место который уже появился у нас минске креативный кластер место это именно площадка для творческих изысканий проектов исследований туда можно приходить и делать то что вот позыв есть у тебя творить потому что ну в принципе креатив это что когда ты создаешь что-то чего еще никогда не было до тебя этого не делали и поэтому нам на аура специальная аура и наверное вот именно та атмосфера в которой тебя будут стимулировать тебе будут помогать когда не стыдно сказать что ты чего-то не умеешь ли ты чего-то не знаешь когда можно подсесть за соседний столик и спросить слушай привет а чё ты тут делаешь где где находится адрес это проспект независимости 58 с проспекта поворачиваем на петруся бровки там благо одностороннее движение поднимаемся строго на горочку вот поднялись на горочку там указатель синенький такой дорожный гаишный мойка и потом еще ниже так бар бильярдная классик поворачиваем направо упираемся в такой двор проходной на несколько заводов я впереди нас я знаю ударник позовала ротого гор скорее всего последует вопрос если закурить после вопроса завод ударами ударник прямо тут амкадор а вот там как раз таки то моечка и проходим во двор где уже парковка большая много машинок стоят и это наш корпус мы упрёмся в этот корпус дойти до конца него последний это квест парень на мой задание но у нас планируется облегчением маршрута весной мы хотим открыть проход с проспекта проходу через до зари ну вот теперь сразу всем стало все понимаете надо никаких холмы не мойки где у нас креативе до зари когда или уже открылся какими мероприятий как когда это уже все будет функционировать или уже функционирует кластере идет работа полным ходом то есть уже мы после эфира с вами собираемся идем может ли простой человек попасть в кластер креативный класс а например заходит студент с ноутбуком подключается к сети интернет и залазит играть в онлайн игру называется если у него форточка и он учится в багуире я понимаю что ему наверное это будет удобно для этого там будет анти кафе это более скажем так активная зона с быстро сменяющимся потоком людей давайте утащим да что будут некоторые зоны сколько этих зон будет то есть вот и говоришь до анти кафе зона зона каворкинга зона каворкинга будет обязательно митинг рум будет chill out к нам сейчас вот приходят различные сообщества активности скорее всего будет чайная комната это все планируется практически в первой стадии вот которые мы сейчас запустили но у нас есть дальше помещение которые мы еще не успели запустить это точно также 180 квадратных метров там сейчас мы начинаем ремонтные работы там стоят огромные промышленные складские такие конструкции мы срезаем у нас естественно планы для роста начали на весь этаж потом на первый этаж и короче мы так будем расти разрастаться вы хотите добраться до цума приблизительно по левую руку вот она видно да по левую руку большие красные буквы мойка мне кажется теперь точно все найдут где находится место ты должна знать что мы доходим до самого скелета твоей сущности и на очереди у нас твой язык начнем с речи рубрика язык развязался ваня твой через рассказывать суть рубрики просто мы лазим по различным интернет порталом и обсуждаем яркие интересные новости просто твое мнение по поводу происходящего ну вот например очень интересный портал бутик бай и новость два известных шума на белорусских андрей бонд и артем рыбакин выпустили выпустили свой первый собственно говоря аромат аромат который заключили в туалетную воду парфюм называется он маргинал но помимо помимо ваших мыслей да помимо ваших мыслей у меня еще вопрос касающийся места планируете ли вы выпускать какую-то продукцию под своим брендом нет на данный момент мы не не запускаем никакой выпуск продукции мы будем выпускать людей мероприятия под нашим брендом так то есть у вас можно будет обучаться до мастер-класса много образовательных программ и также развлекательных то есть это какие-то и танцевальные мероприятия у нас наверное в скором времени откроется фотошкола очень активно звонят люди хотят что-то провести потому что действительно такой атмосферы не хватало минску должен был появиться первый лофт но вот кстати как идея для вас почему было в том же антикафе не выпускать чипсы вместо семечки вместо пиво место открываю уже у меня запланированную статью с вопросом как бороться с хамством такая красочная розовая статья вопрос такой наверняка очень много людей критикуют вас да это нормально что они говорят какие причины но в смысле обычный троллинг да ну это мне кажется нормально все люди разные люди говорят а зачем можно же снять квартиру за такие деньги работа кто-то сидит дома вместе всегда будет несколько хостеров которые будут обучены для того чтобы унимать различные конфликты да мы просканируем твое тело но просканировала следующим образом раз уж мы сегодня очень много говорим о креативе мы с юлей в интернете нашли очень много креативных фотографий и твоя задача как-то по интересному их назвать ну вот первая фотография на самом деле очень забавная как бы ты ее назвала говорящие яйцо следующая оба а наверно удобно как считаете правда я бы такую обувь использовала вот именно для хождения под песочку травки потому что подошла тонко это все ерунда название нужно название грязные ногти ассоциация со школой и вопросом учителя ты сменку принес да она задом наперед задом наперед я бы назвал эту фотографию я не ем после 6 то есть это уже даже не анорексия тоже инверсия какая-то но ты согласна с тем что это креативно это новый подход к осмыслению человеческого тела вот такая фотография обычные будни беларусьбанк я не то что зарабатываю деньги я черчу деньги но вы знаете вопрос много ли людей вокруг тебя а действительно креативно талантливых в общем-то вокруг ваш сфер потому что сделать женщину с лопатками наоборот я не считаю это креативно что это ужасно не вижу никакого нового подхода здесь я была поражена мы вот когда сайт открыли 20 какого 5 6 декабря это был шквал звонков людей которые просто звонят и говорят у меня вот есть такое я хочу это делать с вами вот в вашем месте или божечки как долго мы этого ждали вот она наконец-то и оказалось что безумное количество сообществ которые чем-то занимаются или индивидуальных людей которые вот хотят что-то высказать сделать провести мероприятие или просто говорят вот я ждал этого места для того чтобы там вот создать а сесть посмотрим какой же ветер дует в твоей голове очень просто маленький блиц опрос от нас юли не задумываясь отвечай на то что услышали с вами главное быстро готова когда я закрываю глаза я вижу облака когда я 1 я думаю о работе почему вы ходите в желтых туфлях хватит стучать по батареи люди что же вы делаете меня раздражает меня раздражает бибикающие сзади автомобили я промолчу когда когда мне хамят без денег я не могу место не место для всех места на вашем месте я бы я бы пошла что тебя раздражает когда сзади бибикают автомобили скажи сколько секунд после того как загорается стрелка поворот направо ты трогаешься нет я вообще но они фибикают все равно просто уже вот еще горит красный ты уже поехал а он тебе но это же нормально что с каждым следующий автомобиль через пару секунд трогать а он стоит 10 минут хочется сразу мне что мне кажется ему не место вместе знаете я думаю что мы так здорово зарифмовали последней строчки что нам стоит перейти к рубрике рифмоглот они ты призналась что тебя не очень хорошо с рифмой да есть такой я не по стишкам сейчас говорится не очень хорошо там сердце еды следующая рубрика называется рифмоглот твоя задача из четырех слов сделать какой-то четыре стиши у тебя на это есть три минуты мы засекаем время и так слова слова кластер мастер место тесто я даю тебе ручку новую карточку пары женс чтобы оставить свое послание миру как здесь написано и так думаем да пока она думает над рифмой юля рассказывает что же каждый из вас может выиграть если также сочинить рифму из этих слов если вы знаете да если вы знаете лучше рифму вы придумали лучше ты просто если вы что-то придумали прислать и нам на наш адрес сердце еды собачка плюс . fm и вы сможете получить абонемент на занятия в танцевальной школе фри бит как раз после новогодних праздников но в прошлом эфире у нас был в гостях выдающийся фотограф алексей волков мы также разыгрывали интересный подарок фотосессию от алексея волкова все было очень просто в рубрике глаз алмаз вы делали скриншоты ярко выражение алексея давайте представим вам работы победителя на самом деле приятно что пришло очень много оказывай и так тут даже две фотографии два коллажика вот он первый коллаж сейчас мы обязательно скажем кто нам прислал вот второй второй меня вообще просто породил мне кажется буквально каждый кадр и стал сфотографировать этот человек здесь 1 2 3 4 3 5 5 несколько там за 20 кадров алексей можно получить возможно даже больше кадров своих личных и их получает дмитрий мочернюк вот мы открываем его ади адрес на социальной сети да и пока человек постарался между прочим молодой человек фотосессию выиграл девушки вот он собственно говоря дмитрий мочернюк выиграть фотосессию от алексея волк владимир мы тебя поздравляем еще раз поздравляем с новогодними праздниками будем рады увидеть плоды вашей совместной с алексеем фотосессии ну что наше время вышло последняя строчечка а вот к сожалению нет к сожалению нет надо быстро думать мы же креативим творим так барабанная дробь ура ура и так они за 4 сейчас почувствую себя школьницы да или на первоклашки на стульчике декламирую если ты не слесарь мастер приходи и сделай кластер вместе мы откроем место ты из нужного нам тесто да просто не все люди будут пускаться в кластер мест если ты слесарь пожалуйста извини 8 часов рабочий день дом жена ужин но никакого места обидела слесарей мастеров их между прочим огромный пласт у меня брат мастер не слесарь но мастер на самом деле мы должны познакомить и тебя и наши телезрители с валей не правда почему нет валяда вот этот скелет это скрещивание двух видов самца и самки вани июле величка и бунт и вот общее название у него валя мы подошли к ушам вали наши рубрика глухать любимая рубрикование потому что я здесь ничего не знаю не зима постоянно проигрывает мне деньги в этой рубрике эту рубрику я придумал специально для того чтобы выигрывать деньги все очень просто сейчас прозвучит три звука твоя задача их отказать вообще что это за звук их 3 если в итоге счет будет 2 допустим один в твою пользу или 30 значит юля выиграет у меня 100 тысяч без русских рублей если же счет будет в мою пользу допустим 21 или 30 значит это юля отдает мне 100 тысяч долларов в общем пожалуйста отгадай правильно 100 тысяч долларов если что я слышу я стараюсь держать самообладание первым не спеши он длинный да не то чтобы длинный или просто боюсь говорить да можешь угадывать три попытки тебе ну по-моему это вечер и много насекомых летом как они называются из насекомых может быть цикады нет там ножки комары прыгать нет 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 но ты почти права если даже полбалла засчитать ты не угадаешь на букву с стрекоза да нет вот дают а ладно ты нет ладно ты блондинка но ты верчки ладно полбалла засчитываю я в актив цикады они с цикады нет это не стикады 0505 поделим очень напряженная ситуация это идешь по лужам вот снег нет а еще раз можно еще раз вантузом нет и еще раз еще ближе 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 я не стопищу может процесс приготовления какой-то пищи там что-то нет это собака слушает есть ты сейчас счет сравняешь будет полтора-полтора значит бог с ним отдам я юля ну как отдам я их просто из актива вычит ну ладно давай пока ты не придумал 3 3 звук ну это что-то вращающейся с цепочкой нет человеку который есть автор близко к этому не заводится нет ты когда-нибудь сначала колеса насосом ой нет наотрез отказываю наотрез откажется поэтому юля проявляет мне еще 100 тыс это звук накачки шины насосом дать послушаем еще раз парус джинс нам дышится хорошо звонить свободу потому что мы в одежде парус джинс именно эта компания дизайнеры являются нашими друзьями в этой рубрике на их карточках фирменных моя запишем твой результат они которым ты даже еще не знаешь и подарим это тебе с начала нового сезона мы с юлей ведем личный рекорд каждого из гостей рекорд объема легких посмотрим насколько ты сможешь задержать дыхание во время этого мы естественно с юлей будем пытаться тебя сбить будем читать какие-то новости которые касаются кластера они могут быть правдивыми они могут быть неправдивыми ну ты можешь конечно нас перебить но тут твое дыхание собьется и мы нажмем на что готово мне нужно задерживать дыхание да не дышать не дышать затыкать но нос можно затыкать мы тебе верим да можно как лучше готова поехали на поиски помещения у ребят ушло два месяца посетители уже успели застрять в лифте завода ответ организаторов наши люди на лифте на третий этаж не ездить теперь у студентов бы гуэр будет место для пропуск в пар место будет существовать 5-6 лет вопроса с отоплением и в креативном кластере открыт не холодно но и не тепло до 23 00 место это кластер после это платный ночлег для нуждающихся первый зал и одно из важнейших направлений развития в будущем образование и эксперименты в области городского развития вместе можно зависнуть надолго рядом бар и ночной клуб с весны и место планируют запустить курсы по градостроительной теме дизайна и графическом 52 93 неплохо для девушки скажу я думаю накруглим до 53 давай да сделаем подарок пожалуйста новогодний да но очень даже неплохо ну что ж мы записываем твой результат ох люблю название следующей рубрики называется она руки крюки и рассказывай в чем дело но сейчас все зависит только от твоих рук и от твоих ощущений глаз тебя нету рот тебе не поможет да и запах тоже тебе нужно на ощупь потрогать три предмета ну скажем что-то не пищи признаемся и сказать что это за предметы готова помогать давай свою правую руку так теперь подсовываем первый предмет вот ты можешь его ощупывать матрешка матрешка как а вдруг это не матрешка а вот открытие можешь вот теперь матрешка хорошо да нет мне кажется ты предметы легкие подбираешь специально вот надо делать так как я глухаря делаю второй предмет так невидимка есть отлично какого цвета интересно как ты коричневый нет точнее темно-коричневый лисе так сейчас ощущу да из какого сплава пожалуйста расскажи я бы сказал ли же ближе к правильно ну правда же ближе к рыжим нормально просто девушки видишь и салют по ощущениям знает так счет 20 предмет у это ноль шайба да что нет все разгромила не юлю кайфер на шайбе между прочим как раз таки и турниры который сейчас проходил у нас ну что ж руки-крюки на самом деле совсем не крюки у тебя получились рубрика исполнена ну хоть что-то у меня получилось его ну ничего свечу раз на руки-крюки принесу предметы я гол тебе то не знаю я соглашу с твоей точки зрения по поводу места давай ты снимаешь рубашку как-то быстро спрыгнула юля друзья сегодня у нас в гостях была негом за один из основателей креативного кластера место который буквально сегодня открылся в минске место где вы можете поработать место где можно пообщаться с интересными людьми юль что-то скажешь по поводу места обычно я все хорошее несмотря на то что я была инициатором освещения нами этого заведения мое мнение такое настороженное наверное по поводу креативного кластера потому что сразу вспоминается популярная когда-то книжка дженерящен пи пелевина когда там такая замечательная фраза была творцы нам не нужны требуется креаторы то есть востребованы не те люди которые действительно творцы которые создают а те которые создают некоторые иллюзии поэтому не хотелось бы чтобы место стало действительно местом каких-то иллюзий якобы у нас есть креативный якобы нам все это надо якобы нам некуда невозможно дома посидеть а чтобы там занимались делом чтобы это дал какой-то результат ты знаешь мне кажется место даст свой результат но единственное что мне не нравится это именно название креативные из сегодняшней беседы я понял что это всего лишь рабочее пространство площадка где можно между прочим за деньги провести свое можно даже сказать свободное или рабочее время а вот что касается денег друзья сколько же стоит самое важно что мы тоели от вас да просто можно за это уединение в креативном кластере место и так цены один час за один час мы отдадите 2 евро за место в open space кворкинге в месяц вы отдадите 110 евро зона для команды от 24 квадратных метров 18 евро один квадратный метр и 10 евро по часовой аренды митинг рума 10 евро час в общем все просто можно зайти на сайт и увидеть эти все расценки сайт 100 . бай а мы с вами зайдем наверно это вместо как и обещали и напишем там сценарий для следующего эфира а вот этот эфир вы уже начинаете писать пост и нас критиковать отправлять в нужные и ненужные места марина правда важно ваше мнение это было телерадио шоу сердцееды меня зовут юлия бунт меня зовут иван величко сегодня нашего видео оператора евгений день рождения мы его поздравляем от всей души за это он нас не снимает еще лучше кадры будут более шаткими но мы это все сделаем как кадр где кидаешь а я был ваню в голову не снимаем очень удобно нам очень хорошо вам очень а я вот просто хочется мне такой знаешь диалог и мелки